Привет, Новопитерик. Спасибо. И вам, друзья, если вы кушаете. Ты попадаешь, маленькая птичка. Знаешь, я скажу, что ты подтягиваешься очень... Здарова, друзья, с вами дядя Серёжа и у нас новый выпуск Трансформации. В этом выпуске мы посмотрим, как у нас Александр поживает, какой прогресс, какие-нибудь его комментарии. И у нас появляется новый герой. Это еще один Александр. Привет, привет. Я Александр, 29 лет. 12 лет из этих 29 я провел в органах. Учился тоже в военном институте. Много занимался спортом. Вот есть значочек за покорение Эльбруса. В основном занимался волейболом, баскетболом. То есть у меня есть разряды. В последнее время много бегал. Я 30 километров пробежал. Это марафон. Нет, это Гатчина-Пушкин я бегал марафон 30-ку. Ну, это полмарафон. И челлендж, да, там за 100 дней 350 километров. То есть там каждый день какие-то по 4 километра. Ну, там когда халявишь, на следующий день уже надо будет намного больше бежать. Давно хотелось поднабрать маслом, но все никак не выходило. Я ел всякие гейнеры, прям пачками их. Раньше, да. Сколько там? Да, да. Максимальный вес был где-то 82 килограмма. Минимальный вес это был где-то 67, по-моему, это после КМБ. Так, ну что, взвешивание. Взвешивание Александра. Самое интересное. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Так, 77,2. Таля 88, да, где-то? Да. 88. Таля 88. Таля 88. Грудь. Давай, на вдохе померю. Оп. Почти сотка, да, у нас? Оп. Ага. Так, грудь. Вдох. Сотка. Выдохи еще. Да нет, на выдохе давай, не будем, на вдохе будем мерить. Банку, ой, ногу просто, вот здесь, 10 бедров. Самое широкое место. получается 50 56 36 и банка держать 30 напряженная 3 почти до 30 и сантимов 58 2 раза меньше тогда у нас получается ты любишь ставить всякие себе задачи по времени давай на три месяца поставим ну я думаю 85 можно если сейчас получается мы сколько взвесили 77 то 85 нормально это 8 килограммов но два момента или сделать сотку на раз или сделать короче когда задают службу за вас президентом выполняет это упражнение 10 раз короче на 2 свой толкнуть а если я буду есть 85 85 на 10 30 и это пожать и это пожрать и 85 килограмм нормального мяса набрать за три месяца ну да да но мне кажется такие задачи если не выполняю что что мне не особо нравится что мне не особо нравится ну а теперь мы поехали с александром зал посмотрим как у нас силовые показатели пройдут сейчас ну и вот в принципе мы примчали все тот же место зал дмитрия крылова до атлетик проспект науки 71 ну что ты готов к тренировке конечно готова будем бомбить как давно ты тренировался ну если брать качалку то я не знаю может год назад последний раз я в основном бегал последние месяца 4 посмотрим на что ты способен ну и собственно вот мы в зале сейчас мы устроим такую небольшую тестовую тренировку посмотрим как александр александр делает базовую многосуставные движения какие-нибудь например самого популярного на чем это жим лежа сайт сколько ты жал и когда я 75 килограмм на три раза это было где-то год полтора назад 75 килограмм на три на сколько? да на три раза ну 80 там на один раз хорошо сейчас посмотрим сколько ты сможешь пожать ну сейчас у нас будет тестовое движение 60 килограмм на максимальное количество повторений и мы сейчас как раз додумали наш тест он будет у нас состоять из сжимового движения это сжим лежа тягового тянущего движения это тяга верхнего блока у нас будет и приседания то есть в этих получается трех движениях протестируем александра и посмотрим как он прогрессирует у нас через месяц может быть полтора два три аккуратно руки сжимаешь отпустил и 4 мы не делаем на одноповторный максимум потому что это не сильно точнее это немножечко травмоопасно поэтому мы стараемся в каком-то диапазоне ну вот что получилось 4 повторения я думал что будет там 5-6 так ну что приседания вес 60 килограмм запрыгиваем смотрим на середину задние дельты трапеции спина прогнутая снимаем за счет ног чуть-чуть кривовато так нагрузка на пяточки смотрим перед собой ну вот давай два раза сейчас я его делал раз и еще разок разок так уже не досидает ставь опускай так два теста готовы и мы решили все-таки место тяги верхнего блока сделать подтягивание так сейчас Александр будет подтягиваться у вас на максимальное количество сколько, кстати, ты подтягиваешься обычно? ну обычно раз 10-15 сейчас посмотрим так машине сейчас машине ну давай ну давай десяточка знаешь, что я скажу? что ты подтягиваешься очень криво очень хреново так ты мышцы не вырубилась давай 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 вот просто посними я покажу подтягиваться за счет широчайших мышц спины ты куда ее направляешь она туда и двигается мастер класс мастер класс мастер класс ты должен работать в первую очередь плечами плечом увел плечом увел плечом увел плечом увел плечом увел что это надо делать вот так а ты подтягиваешься вот так это турни все за счет силы инерции ну ладно тест выполнен начальные точки Александра нам понятно еще немного поработали над техникой на тянущие мышцы на спину в тянущих движениях потому что чуть-чуть там было хуже чем все остальное и я хочу вас спросить нужны ли вам тренировки потому что я не снимал как мы делали упражнения там настраивали немножечко технику если это нужно то напишите в комментариях где Сережа вам будет снимать это в следующей серии а как с вами тренировка да огонь болит все болит все быстро да три упражнения сделали да конечно полтора года не заниматься нифига лав угонять сейчас нормально да будет все болит да я буду максимально здоровым неправильно ну ладно да друзья всем привет с вами александр байков сейчас немножко обсудим анализы александра соловьева с его анализами все в порядке первое на что мы обращаем внимание это на общий анализ крови это наверное один из самых идеальных общих анализов крови и вообще у него идеальная реология поэтому идеальное соотношение эритроцитов и лейкоцитов нормально все с тромбоцитами адекватно высокий гемоглобин отличное соотношение белых и красных кровяных телец здесь говорить нечего вообще совершенно даже лимфоциты которые практически у всех повышены в связи с каким-нибудь там воспалительным процессом в организме у александра и с ними все в порядке и дальше рассмотрим гормоны частовидной железы половые гормоны и немножко биохимии биохимии это в нашем случае липидный профиль показатели печи показатели почек значит с показателями печени у александра также супер показателями почек все отлично единственный момент немножко повышенный креатинин да но в его случае он совершенно незначительно повышен даже не превосходит границу верхних референтных значений поэтому в его случае просто достаточно следить за количеством выпитой воды и пить немножко больше потому что как узналось он пил не совсем много дальше мы смотрим на липидный профиль это холестерин общий это липопротеины низкой плотности или протеины высокой плотности также идеальная картина идеальное соотношение хорошего в кавычках и плохого холестерина поэтому тоже здесь рассказывать нечего идеально человеку в так с таким липидным профилем человеку можно в диету в принципе добавлять любые продукты даже те которые считаются вредными дальше смотрим на гормоны щитовидной железы с гормонами щитовидной железы также все нормально антитела которые у нас показывают наличие аутоиммунных заболеваний щитовидной железы не повышены гормон ттг немножко конечно повышен но по ттг уже давным-давно не диагностируют никакие проблемы с щитовидной железой в первую очередь смотрят на т3 на т4 свободный у александра они конечно там не в супер верхних границах референтных значений как было бы идеально но в серединке отличный уровень обмена веществ хороший метаболизм поэтому никаких проблем нету дальше смотрим половые гормоны по половым гормонам сразу же это действительно высокий тестостерон 26 на 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 моль на литр это очень высокий тестостерон даже для возраста 29 лет это на самом деле генетически наверно больше момент причем вместе с этим высоким тестостероном у него достаточно низкий эстрадиол это тоже очень хороший момент значит нету склонности к ароматизации и у него никогда не будет никаких проблем в виде гинекомастии и так далее единственный момент который нас немножко запарил это повышенный пролактин когда пролактин анализы сданы верно соблюдены все условия отсутствия стресса и так далее но пролактин все равно повышен нужно копать глубже нужно обязательно сделать мрт гипофиза с александром мы сделали мрт гипофиза никаких опухолей и микро аденом это мрт не показала и по итогу все-таки оказалось то что условия перезадачи анализа были соблюдены не совсем верно саша очень сильно не выспался практически там полночи не спал и очень рано пошел сдавать кровь возможно это оказалось для организма небольшим стрессом за счет этого повысился пролактин и данный повышенный пролактин мы снизили половинкой таблетки достинекса в целом по его анализам все супер друзья и расскажу немножечко об александра тренировках и питание начнем с тренировок тренировки у нас будут строиться по принципу full body первый месяц он позанимается два раза всего в неделю потому что у него не было тренировок нужно оттачивать технику техника страдает и у нас будет full body тренировочки то есть все тело многосуставные базовые движения вот одно упражнение в конце будет у нас на ноги потому что ноги не являются приоритетом нашей фигуры а примерно через месяц я расскажу как у нас проходит следующий наш план тренировок по питанию у нас доставочка grow food у александра будет меню power дядя серёж питает сейчас на балансе это 2000 калорий у александра будет меню power это в районе 2 500 2 800 калорий у него будет калорийность в районе 3000 то есть ему можно будет добавить каких-нибудь перекусов это могут быть сам не знаю протеиновый коктейльчик примера тубе 30 граммов белка взял выпил и счастлив но какие-нибудь перекусы чтобы до 3000 калорий он доходил в принципе что касается питания там чуть-чуть плавает угро фут соотношение боже в этом ничего страшного мы ориентируемся на калорийность ну и чтобы у него было при наборе в районе полутора граммов белка на килограмм вес тела этого достаточно для набора также в районе одного грамма жира остальное могут быть углевод то есть когда у нас уже не стоит калорий тогда соотношение белков и жиров увеличивается это я хочу напомнить вам вдруг то не знаю из добавок у него будет омега-3 кальций витамин d3 так как они у нас очень хорошо усваивается с кальцием и витаминно-минеральный комплекс адам добавки ничего мне не платят не спонсирует мы заказываем на херби дядя сереже прикрепит ссылочку промокод на эти добавки если вы будете использовать на херби помните что действительно промокод дает вам 5 процентов скидку на все на все добавки там всякие батончики и так далее и он прибавляет вам плюс 5 к силе а мне маленький реферальный бонус придет и я теперь сможет заказать добавок на которые мы планируем с моей маленькой птички который где-то там у меня шуршит тихонечко сделать обзор набрать ики батончиков снэков там и так далее так далее будет прикольно на маленькая птичка на херби достаточно большое всякое количество разных продуктов добавок точно мы могли бы делать это как рубрику обзор пример почему нет если вам это нравится пишите в комментариях плюс потому что огромное количество мсики продуктов которые непонятно вкусно они не вкусные вообще чем они нужны такие как ищите 5 да мы сначала начнем с еды всякому не будем размусоливать вам про такие добавки вот что еще хочу сказать а кстати у нас промокод трансформация на доставку еды grow food у нас также промокод на нашу онлайн школу если кому интересно чтобы грамотный был тренинг по анализам на ориентирующие на анализы крови у нас питание тренировки бат от 55 рублей в день обучения это круто научите меню все друзья посмотрим что у нас выйдет из александра цель конечно поставил достаточно себе непростую а вот по сравнению с александром 1 который у нас уменьшает уранжира он в любом случае к ней придет то есть если он конечно расслабиться сорвется тогда это его каких так скажем проблем хотя у нас нет ограничений по питанию он кушает grow food ему очень нравится посмотрим как у нас александр поживает сейчас он расскажет как прошли у нас практически три недели последних идеально очень-очень круто но у нас все легко на самом деле да это но сейчас две с половиной тысячи калорий это очень много для меня на самом деле если берем дед потому что раньше я сушился на как большинство глупо это знаешь что эти там гречка рис курочка отварная и больше ничего и у меня было там 1800 калорий или 2000 калорий там около 100 граммов углевода всего сейчас благодаря grow food ну из рекламы очень круто питание максимально разнообразное вот сегодня у нас воскресенье у меня сегодня бургер от grow food и и вчера вот у меня было буррито очень вкусно кстати с курочкой то есть к чему я говорю питание настолько разнообразная у них десерты всякие творожные так далее что тебе по сути не хочется ничего вредного съесть единственное есть такой легкий голод на протяжении всего дня ближе к вечеру совсем легкие то есть он не мучительный но вот серёжа подсказала простой способ мы просто большую часть пищи переносим на вечер и грубо говоря ты вечер можешь прийти и хорошенько поесть и тогда вообще все круто засыпаешь ты идеально потому что тень чего животе не вручит голод никакого нет ну и в общем то все замечательно но а тренировках себя там слушайте на самом деле мы сейчас поставили две силовые тренировки в неделю и мне мало действительно мало я на самом деле хочу больше тренироваться две силовые тренировки и 180 минут кардио я нашел для себя выход для кардио более веселый я стал набивать мяч футбольное прошло мне дает себе знать и я просто чеканю мячик где-то час я по пульсометру смотрю пульс держится в районе 120-120 ударов и это по сути то же самое кардио дома просто беру мячик небольшой и набиваю полу спущенный чтобы ничего не разбить там элементарно знаете типа уронил мяч взял отжелс на какие-то такие вещи это интересно если вы каким-то спортом занимались вы можете вот этим заменять да свой кардио главное чтобы пульсовая эта зона была там до 120 очень круто просто фитнес-моделью заплывший я стал лучше себя чувствовать в плане желудка то есть у меня всегда легкость в животе полная то есть легко дышу и так далее но все равно не скажу что мне очень весело особенно под конец дня потому что все надеюсь сказывается все равно как бы ну усталость присутствует сколько килограмм сегодня взвешивался уже было девяносто три с половиной это получается четыре с половиной килограмма уже скинули и в талии ушло уже у нас было девяносто шесть половиной сейчас девяносто три то есть три с полной сантиметр то ли уж и вам друзья если вы кушаете а вот но уже с александром номером два который у нас хочет набрать мышечной массы и пожать сотку это уже сложнее то есть если я уверен в том случае уровень жиров уменьшить сто процентов а вот пожать сотку за три месяца не имея практически опыта тренировок это уже будет сложнее над этим придется работать но мы справимся друзья если что пишите свои комментарии все это кстати майка предоставлена нашим магазином в сочи доставка по россии 15 процентов фармакат скидочка еще немножечко реклам все друзья спасибо вам что вы посмотрите и да прибудет с вами так денис борисов говорит нет да побольше вам банк поменьше жира и всего наилучшего быть позитивно угарайте смотрите смотрите на этот мир с улыбкой и и и и